Телекомпания «Вид» представляет. Далёкие города и заповедные уголки мира в авторской программе Дмитрия Крылова «Непутёвые заметки». Бахаляй-Махаляй, доброе утро. Мы с вами в Султанате Бруней, или как его официально именуют, Негар. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все свои решения Султан очень тщательно готовит. Никогда не принимает их под горячую руку и не старается внушить страх, не боится признать свои ошибки и беспредельно терпелив. Он брюнеец. И это многое объясняет. Однако вот и приехал жених. Он отец как генерал и чем-то похож на брата Султана, принца Джеффри. Ну, Джеффри это, конечно, отдельная песня. Его поставили к руководству ведущих компаний, но он оказался плохим менеджером. И компании с треском улопнули. А тут еще кризис. Ну что же ты с горечью сказал Султан и задал сакраментальный вопрос. В чем сила, брат? И сам же ответил. Она, брат, в менеджменте и туризме. И Бурнея открыл свои двери чужеземцам, поскольку понял, в отличие от надменных латышей и горячеголовых абхазцев, что туризм уже не одну страну, куда как более нищий, чем их, сделал, если не процветающими, то уж социально благополучными. Ибо туризм пропуждает к жизни массу смежных отраслей. Такие современные и индустриализованные страны, как Таиланд, Сингапур, Малайзия, получают колоссальную выгоду от туризма. И если бы наши губернаторы российских и эзотических регионов поняли бы это, эти губернии жили бы как Бурнеи, а сами губернаторы как султаны. Ну вот закончилась молитва, сердца и руки наших жениха и невесты соединились, свекровь выводит молодых к публике. Во время всей церемонии жених должен выглядеть суровым и мудрым, а невеста изображать горе, ведь она уходит из дома родителей. И лишь во время съемок на свадебные фото она может позволить себе поджаконтовски ухмыль... то есть, вернее, я хотел сказать, застенчиво улыбнуться. Если кто-то из вас надумает все же на Новый год поехать к Бурнеи, то обязательно сходите на такую свадьбу. Бурнеи прожорливы не только рыбки, но и туристы, которые к обеду после экскурсии готовы пожирать камни. Малайская кухня очень хороша, но, как и индийская и тайская, ее блюда готовятся с большим количеством специй и пряностей, а это не каждому под силу. Китайская же кухня гораздо мягче по вкусу. И выскажу крамольную мысль, но китайская кухня, мне кажется, гораздо полезнее. Полусырые овощи, свинина в сладком соусе и остальные 97 блюд и подблюдков по-настоящему насыщают вас всем необходимым. И в то же время после такого обеда нет ощущения обожратости. И в этом секрет китайской кухни. Но не рамсторовская, а настоящей, подлинной. Конечно, все, что я говорю, это дело сугубо личное. Каждый сам себе автор своей непутевой судьбы и образа жизни. Но в качестве еще одного совета нашим будущим туристам уже относительно ужина. Не ходите вы в отельные рестораны. Дорого. Лучше поезжайте на столичный рынок и купите себе настоящей, простой еды. Это обойдется в 3, ну, от силы 4 доллара, а не в 10-15, как в отеле. Но зато это будет натуральная еда, натуральные экзотики. А в отельном ресторане то же самое, но в 5, а то и в 10 раз дороже. И ничего не бойтесь. Здесь все очень чисто и в смысле санитарии, и в смысле экологии. А рыба, как и 500, и тысячу лет назад жарится на пальмовых листьях. Гулять по вечерним и ночным улицам Брунейской столицы одно удовольствие. Как и всякий мусульманский город, Бандар-Серебегаван абсолютно спокойный и не криминальный. Приставания, а уж тем более кражи, исключены. Ну, если только кто-то из европейцев или граждан нашей с вами Азиопы не надумает украсть хрусталь, из которого сооружено ажурное произведение на площади рядом с местным Диснейлендом и Дворцом Султана. Дворец скромно именуется дом номер 5. Нам не удалось в нем побывать, но мы посетили зато музей даров Султана. Снимать там можно было только в холле. Но, поверьте мне, я старый солдат и не знаю слов любви, но музей просто поразительный. Внутри многочисленных залов хранятся сказочные сокровища, привезенные в дар со всего мира. Там и мусульманские, и христианские реликвии, произведения искусства. Всего на, я думаю, на миллиарды долларов. И Султан это все подарил своему народу. И вам посмотреть. А для того, чтобы повидаться с самим Султаном, надо прийти во дворец. В день его рождения, когда он доступен любому. Гостей на последнем дне рождения во время торжественного обеда было 6 тысяч, то есть 2% населения страны. У Султана только две жены и всего 10 детей. Королевский дворец занимает площадь 120 га. Во дворце 1788 залов и комнат. Это крупнейший в мире дворец. Прийти во дворец можно и в последние дни Рамадана, то есть мусульманского поста, когда эти ворота распахиваются на три дня. И любой житель может зайти во дворец и лично поздороваться с Султаном. Интуристы тоже могут пожать руку самому богатому и самому доброму человеку на свете. Но для этого надо выставить длиннющую очередь из тысяч брунельцев. Если бы не кризис, то к этому году брунельцы выполнили бы государственную программу «Свой дом каждой семье». Оставалось построить всего 24 тысячи домиков, но Султан предполагает, а кризис располагает. Брунельцы космополитичны. Те, что побогаче, ездят на отдых для развлечений в Лондон. Те, что победнее, но это у которых 1300 долларов в месяц, в Сингапур. Еще за годи до нынешнего ноября было построено несколько новых отелей для участников международного форума АТЭС. Самый шикарный, в котором на Новый год поселят русских туристов. Сейчас-то его арендуют американцы, потому что они приезжают огромной делегацией с кучей охраны. И вот поэтому уже сегодня этот отель брунельцы прозвали ехидно «Империя зла». Наш президент со своей командой будет жить в Азме, тоже весьма приличный отель. Кстати, хотите посмотреть номер, в котором будет жить президент Соединенных Штатов? Это номер 2701. На Новый год, когда в Брунелье высадится русский десант, на этот номер наверняка будет очередь. 2001 год объявлен годом Брунея. Это, безусловно, привлечет сюда немало туристов. И впервые будет нарушен абсолютный сухой закон. Теперь для иностранцев в отелях и ресторанах будет продаваться спиртное. По словам министра внутренних дел, с которым беседовал мой коллега Дмитрий Косарев, никто, конечно же, в Брунелье не обидит выпившего иностранца. Ну, не та страна, не те традиции, но кое-кто пострадавший от всего этого будет. Это рядовые брунейцы, которые с брезгливостью и тоской будут наблюдать, как иноземная пьянь оскверняет своим видом родную, чистую и пристойную брунейскую землю. Объяснять они себе это безобразие будут, видимо, следующим образом. Глобализация, однако. Рядом с этим отелем – конюшня, где туристы смогут брать лошадей для катания. Бруней сейчас делает ставку на экологический туризм. Влажные тропические леса – это легкие нашей планеты. Разнообразие жизни в этих заповедных девственных уголках просто поразительно. Здесь водятся оленя под номером 121, а на одном гектаре тропиков произрастает более 500 видов деревьев и лиан. Попробуйте найти в Центральной или Восточной Европе лес, где на такой же площади росло хотя бы несколько десятков видов растений. Одна из предлагаемых экскурсий – в соседнюю Малайзию, где находится крокодиле-ферма. А знаете ли вы, друзья мои, что аллигатор на 65 миллионов лет пережил динозавров, но в 20-м столетии сам оказался на грани исчезновения, и все потому, что, в отличие от нас, человеков, его крокодильской кожи ценится дороже его жизни. Под водой аллигатор может провести, не дыша до получаса, оттого его часто путают со стволом дерева, но это заблуждение стоит жизни. В мгновение вильнувший мощный хвост выносит его на сушу со скоростью 15 метров в секунду. За все эти 200 миллионов лет своего существования они ничуть не изменились. А чего им меняться-то? Лев упускает добычу в 9 случаях из 10, аллигатор – лишь в одном. И, проглотив добычу, он переваривает ее вместе с костями. Здесь же, рядом с крокодилятником, сидят в заточении братья наши меньшие. Ведь не всегда же удается встретиться с ними в джунглях. Вот так, нос к носу. А этот негодяй чуть не оторвал микрофон у моей камеры. Я возмутился, а мне в ответ раздался смех. Оказалось, что эта птичка говорящая. В отличие от своих соседей, которые так ничему и не научились. Алейкум салям. Однако продолжим нашу экскурсию в джунгли. Такими тропическими лесами покрыто 6% земной суши. Но под их кроной обитает большая часть всех живых организмов. По некоторым оценкам, 90% всей фауны нашей планеты. Здесь, на Борнео, порхает более полутора тысяч видов дневных бабочек. А в 19 кронах гигантских деревьев ученые обнаружили 2000 всяких жучков. По мнению естествоиспытателя Артура Рассела Уоллеса, который исходил эти места вдоль и поперек, этот феномен объясняется тем, что устойчивый, влажный и жаркий климат господствовал на протяжении многих тысячелетий. Что тысячелетий? Тропики существуют более 60 миллионов лет. И даже ледниковые периоды, дробя их и сокращая, тем не менее, не уничтожили джунгли, но способствовали возникновению новых видов. Это вот палочник. Так вот некоторые виды муравьев поселяются на этих деревьях и культивируют, ну если хотите разводят, особый вид червячков, которых используют как домашний скот. Муравьи пьют их сахаристые выделения. Вот как мы, коровье молоко. В свою очередь, деревья используют муравьев в качестве охраны от всяких вредителей-диверсантов, что питаются корой и листьями. Муравьи несут дозор и яростно уничтожают всех, кто угрожает их дома, то есть дереву. Однако вот мы с вами и дошли до главной цели нашего путешествия. Одной из самых больших пещер в мире. И это ежедневно привлекает сюда десятки туристов. И 4 миллиона стрижей. Под сводами пещеры на бамбуковых шестах сидят собиральщики гнез стрижей. Поскольку их помет и слюна, которые они используют в качестве связующего материала, являются дорогостоящим лекарственным средством от импотенции. А вот летучие мыши, которых здесь тысячи, ничего полезного не дают и внушают приезжим дамочкам ужас. Они хоть и летучие, но все же мыши. Люди здесь жили, как утверждают археологи, еще 40 тысяч лет назад. Возможно, Homo sapiens, чей череп здесь был найден, начал свое существование именно в этой пещере. В пещере рисунков сохранились наскальные рисунки, сделанные первобытными людьми. А это те самые 4 миллиона стрижей, которые избавляют человечество от ненавистного недуга. Программой экскурсии может входить также посещение экзотических племен, обитающих в глухих джумблях. Жители этих племен, как и вообще представители малайской расы, очень дружелюбны, склонны к безудержному смеху по любому поводу. Есть некое уникальное выражение брунейского лица, что-то вроде безмерного и радостного удивления от жизни. Если чего и стоит опасаться в Бруне, то не жители, а самих себя и своих дурных склонностей. Еще на паспортном контроле в анкете вас предупреждают, за провоз или употребление наркотиков смертные казни. После чего ваша душа переселится в носатую обезьяну, обитающую только в этих краях. Это не первое наше сотрудничество с туркомпанией, которая организовала эту поездку в Бруне. Мы были от них и в Марокко, Омане, Арабских Эмиратах. Это их все остановилось. До встречи! Следующее воскресенье! Саламикол!